Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я бы хотел сделать танк, у которого будет деревянный корпус и который будет спокойно соперничать с чуваками, которые находятся на 24 этапе чемпионата. То есть я бы сегодня хотел сделать своеобразного бота, это типа так же как у них, мне нужно иметь огромное количество хп на каком-нибудь слабом корпусе, например, на деревянном, который можно достичь только если вливать огромное количество наборов со здоровьем или атаки. То есть сейчас я подготовил несколько вот этих вот коробочек, давайте посмотрим сколько их у меня всего. Они у меня есть карбоновые, вот посмотрите, 4 штучки, даже 5 у меня есть карбоновых коробочек, которые я могу спокойно влить вот в этот корпус. Также у меня имеется вот такой вот комплект здоровья, но он не очень сильный, всего лишь 3000 здоровья, но я сейчас постараюсь все это влить и давайте посмотрим сколько это стоит. Первый набор стоит влить 60 600 золота, мне сейчас придется несколько деталей, конечно, для этого продать. Колеса я уже тоже подготовил, они у меня будут карбоновые, все остальные детали у меня будут, конечно, карбоновые, потому что если я поставлю что-нибудь другое, то соперничать уже с другими противниками вот в этом 24 этапе чемпионата я уже точно не смогу, так что мне пришлось выбрать именно вот такие вот колесики и все остальные детали у меня будут тоже карбоновые. Так, давайте все это продадим, это у меня для чего? Для валуна, это мне не понадобится, шкив такой неплохой, а у меня что тут здесь по колесикам-то, а шкив послабее, ну тогда продаем скорее всего. Я вот не знаю как будет выглядеть диск на этом катере, но наверное ставить я его тоже пока не буду. Так, дальше мы продаем вот этот вот ролик, который у меня аж на 5 звездочек, хотя знаете, можно наверное вот это поменять местами и будет тоже достаточно неплохо, а вот этот вот уже мы продадим. Это мы сюда скидываем, это тоже, остальные вещи оставляем. Дальше что у нас по дополнительным фигнюшечкам? Что думаете поставим? Я на самом деле пока что даже не знаю. Вот у меня здесь есть получается реверс для катера и он бы вполне неплохо сюда бы зашел. Давайте-ка мы его сюда и поставим. Так, что у нас дальше? Мне нужно выбрать два оружия, а по оружию-то у меня не все так гладко, потому что у меня их толком-то и нет. Но у меня есть вот такие вот близнецы, которые достаточно мощные, но они, к сожалению, на титан. Но если я, по идее, их сейчас попробую поставить на катер, то может быть они тоже будут такие неплохие. Давайте посмотрим. Сколько? 46 тысяч атаки. Ну, неплохо. И поставим вот эту вот, наверное, ракетницу, да, я думаю. Ну все, давайте ее тогда ставим. И все. Танк у нас, по идее, практически готов. Осталось только сейчас влить дофига здоровья вот этот корпус. И будет у нас реально мощный танк с деревянным корпусом, на котором будет очень-очень много здоровья. Я бы хотел реально до 100 тысяч довести и было бы вообще просто идеально. Так, что мы теперь сделаем? Мне бы нужно какой-нибудь корпус, получается, влить вот этот вот корпус, чтобы он прокачался на максимальный уровень. Какую бы детальку только для этого использовать. Давайте посмотрим. Немножечко назад здесь промотаем и посмотрим, какие здесь есть карбоновые корпуса. Да, если я волью, наверное, то сразу все-таки он апнется до 24 уровня. Да, все, максимальный левел. Отлично. Мы его прокачали. Теперь уже можно потихоньку вливать вот эти вот наши корпуса. Ой, не корпуса, а комплекты здоровья. Еще я хотел бы этот корпус полностью обклеить наклейками, чтобы там даже места не было видно, то, что он деревянный. И тогда будет реально очень прикольно смотреться. Так, вливаем. Вливаем. Потом еще раз хватает. Еще раз хватает. Отлично. Уже 100 тысяч хп у нас есть. Это очень хорошо. Так, теперь мне нужно еще немножечко что-нибудь продать. Но, блин, это на самом деле, наверное, много времени займет. Так что давайте сейчас все это по-быстрому постараюсь сделать. Так, может быть, все-таки вот эти продавать. Нет, давайте я даже не буду эти дешевские корпуса продавать. Я сразу перейду к таким дорогим, чтобы побольше денежек за это получать и долго не сидеть. Так, все это по-быстрому продаем. И потом уже можно будет спокойненько доволевать эти комплекты и уже отправиться в бой. Посмотреть, что у нас там за чуваки есть. И сможем ли мы хоть кого-нибудь победить на 24 этапе. Ну, если честно, это реально жесть с деревянным корпусом. Дойти до такого этапа чемпионата. Ну, такого человека я еще пока что не встречал в своих чемпионатах. Но, может быть, все-таки я буду первым из них. Но мне кажется, что хоть один до этого уж догадался и это сделал. Но я, может быть, буду вторым, третьим. А может быть, все-таки и первым окажусь. Не знаю пока что. Если кто-то так делал, то тоже пишите в комментарии. Мне показалась эта идея реально очень прикольной. Давайте допродаем военные корпуса. И уже потом перейдем на следующий корпус. Карбоновый. Какой у нас там проныра, кажется, идет следующий. Тоже сейчас напродаем. И как раз-таки уже можно будет отправляться в бой. Смотреть, что там да как. Только нужно довливать, конечно же, еще немножечко. Продаем, продаем. Капец, сколько же у меня все-таки корпусов много. Это просто жесть. Как я их все копил-то все это время. Просто жестко. Продаем, продаем. Блин, у меня тут, кстати, такие прикольные корпуса для этого. Как его? Для моей тактики перевертыша. Типа, ну не перевертыша, как она называется. Я не знаю, как ее назвать. Но она тоже прикольная с лазером, когда я вам показывал. Так, вот это вот классная деталька. Но мы ее, конечно же, тоже продадим. Ну все, сейчас у меня нормально так денежек. Давайте мы сейчас перемотаем немножечко вперед. И посмотрим, хватает ли у меня еще раз влить вот этот вот комплект здоровья. Посмотрим, давайте. Еще на два мне нужно денежек. На этот хватает. И на этот... Блин, немного не хватает. Но если я, конечно, продам вот эти вот комплекты, то, может быть, все-таки у меня хватит. Давайте посмотрим. Если все-таки хватит, будет вообще идеально. Сейчас тут еще чуток продать, и все, уже можно будет отправляться в бой. Так, энергию, наверное, я тоже несколько штук продам, потому что они мне тоже не понадобятся, думаю. Ну и все, вроде бы у нас уже хватает. Все, вливаем. А нет, это не тот. А нет, это тот. Все окей, вливаем. И у нас на корпусе 70 тысяч хп. На деревянном корпусе. Это просто жесть. Так, а если я вот этот еще постараюсь влить, то мне нужен миллион. Блин, ну мне лень ради четырех тысяч столько копить. Ну, ради трех даже. Это вообще полный отстой. Ну что, тачка вроде бы готова. Можно попробовать в бой, что ли, отправиться. Я не знаю, на самом деле. Мне кажется, все-таки кого-то мы точно сможем завалить. Может быть, вот эту ракетницу еще влить. Вот это. Ну, даже не знаю, на самом деле. 60 тысяч. Сейчас я по-быстрому, короче, продам. Что-нибудь ненужное. Так, давай-давай-давай. Вот это продадим. И вот это. И все. Вливаем в ракетницу немножечко. Вот этого, может быть, тоже. Ну, давайте все-таки это тоже вольем, чтобы уж точно мы кого-нибудь смогли победить. Было бы вообще просто замечательно. Так, и вот это на прощание продаем. И, в общем-то, все. Вливаем. 111 тысяч. Все, в общем-то, тачка готова. Вы вот сейчас видите вот эти характеристики. 141 тысяча на деревянном корпусе. Это просто жесть. И 77 378 урона. Энергию мы полностью заняли, и можно отправляться в этап чемпионата. Ну, давайте посмотрим. Ну, точно нескольких парней мы победить не сможем, потому что тут есть реально просто жесть. Какие крутые чуваки. Этого мы не смогли убить. И, блин, этого тоже не смогли. Блин, пока что все фигово. Мы вообще пока никого почти не смогли. Этого тоже не смогли. Что за фигня-то? Отлично. Одного смогли. Это хорошо. Даже мне звездочку за него дали. Вот этого бы было тоже классно, но что-то не получилось. Этот мощный слишком. Блин, пока что мы не соперничаем. Мы просто пока что проигрываем. Блин, этого почти победили, но немножко не хватило. У этого хп слишком дофига. У этого вообще просто нереально хп много было. Капец. И атаки тоже. Так этого не смогли. Блин, ну капец. Все-таки парни здесь реально мощные. И мы немногих из них смогли выиграть. Отлично. Еще одного. Пока что только двоих. Давай. Блин, ну чего ты не стрельнул-то еще раз? Фак. Этого... Нет, этого тоже не смогли. Немножко не хватает, ребята. Это всего лишь смогли двоих выиграть. Ну, блин, я тачку прокачал просто по максимуму, как только смог сейчас. И, блин, если честно, ну она более-менее такая прикольная. Может быть, в быстрых боях мы кого-нибудь сможем. Вот этого, например. Ага. Этого мы смогли. Отлично. Аликсом побеждаем. Ну, блин, может быть, мне просто в этапе чемпионата просто слишком сильные чуваки попались. Просто они реально с топовыми парнями могут там конкурировать спокойно. Может быть, из-за этого я не могу выиграть. Но вот, если нет, побирать чуваков, которые мне более-менее так подходят по быстрым боям, то все-таки я их побеждаю. О, смотрите! Нифига себе, вот это бот! У него деревянная ракетница на 80901. Это просто жесть. А вот сколько у него здоровья на этом деревянном корпусе? 123 тысячи. Это просто жесть. Это просто нереальный корпус, блин. Эти боты, они просто меня поражают. Сколько урона и здоровья просто можно вливать так вот этими комплектами. Ну, разработчики игры, конечно, вообще это, походу, не учитывают. Но это просто полная жесть, как вы вот видите. Столько просто здоровья. Я думал, я один такой дебил. Но тут еще, конечно, есть боты. То есть, получается, мы создали своеобразного бота, реально. Это вообще классно. Так, этого убьем? Отлично. Ну, как вы видите, в быстрых боях мы вообще спокойненько, без пропусков, сделали так нормально. Серию побед из пяти. Вот этого тоже, наверное, сможем. Вообще хорошо. Но эта тачка, хоть она не очень сильно, как бы, с этими может соперничать с чуваками из чемпионата, но в быстрых боях равных противников она только так разваливает. Ну, вот этого, конечно, наверное, не сможем. С одного удара меня. Ничего себе. Ну, ладно. Все-таки одному уж можно прииграть, сколько мы до этого-то выиграли. Ну, конечно, боты тут попадаются, естественно. Но все-таки и не боты были, и мы их тоже убивали. Это тоже классно. Ну, давайте будем искать не ботов и смотреть. Вот этот парень меня тоже с одного выстрела, конечно. Блин, ну, просто слишком сильных подбирает. Мне кажется, реально слишком сильных. Потому что у меня вот танк есть, который там имеется все-таки для игры. Тоже очень мощный. Ну, у меня вот не подходит под их характеристики, которые мне реально попадаются. Это жесть полная. Блин, почему одни боты попадаются? Давайте мне равных соперников примерно. Чтобы я все-таки мог уже посмотреть, нормально ли у нас машина или нет. Так, ну, здесь хп просто капец сколько. Не судьба, походу. Блин, ну, все-таки нескольких ребят мы выиграли. И в чемпионате тоже двоих. Да блин, боты, вы уже надоели. Вот с этим давайте попробуем. Но он нас с двух ударов, по идее, должен. Блин, чуток не хватило урона. Капец, пять тысяч буквально. Ну, так-то нормально. Если бы я урон немного прокачал, то вообще было бы замечательно. Ну, здесь вы видите то, что у него лазер. И он нас, наверное, спокойно вынесет. Ну, хотя шансы у нас, конечно же, были. Даже очень неплохие. Четыре выстрела мне нужно было сделать. А ему поменьше, конечно. Так, снова бот, блин. Надоели уже. Сейчас посмотрим еще пару с противников. Короче, если наша тачка такая более-менее нормальная, то все-таки уже можно будет заканчивать видос. Так, а вот этого, если, конечно, мы первые выстрелим, то можем победить. Но вторая ракетница все-таки не долетела. Слишком она далеко находится. Это не очень-очень классно. Этого попробуем давайте. О, отлично. Вот, выиграли. Равный просивник достаточно. И мы его смогли победить. ХП у него, конечно, немного поменьше. Но все-таки. Так, странно то, что я сейчас ботов пропускаю. Обычно я всегда обычных игроков пропускаю. А сейчас я ботов. Это для меня немного странно. Если бы у этого было здоровье, как у нас, то мы бы могли его выиграть. Но что-то у него побольше. У него побольше. Вот с этим давайте попробуем. Ну, у него слишком близко ракетница. Но все равно у нас по здоровью хватило. Так что мы его мочканули. Ну, сами видите, то что реальных игроков мы тоже можем побеждать. И они, очевидно, уже с нашего чемпионата. Но здесь нас ваншотят по-любому. Потому что у него без умножения практически столько урона на лазере, сколько у меня здоровья. Так, ну с этим давайте попробуем. Отлично. Его тоже побеждаем. Фыр-фыр. Прикольно. Ник. Ну, в общем-то, ребята, что? Можно сделать вывод, что тачка достаточно неплохая. И можно, если выливать комплекты здоровья, то спокойно можно играть все-таки с вот такой вот интересной тачкой, с деревянной. Можно даже в топе посмотреть, если у вас все-таки есть машина, которая будет, получается, легендарной для колес. Просто вы просто можете не про... ну, точнее, отставить свой корпус хоть деревянный и просто ставить самые крутые колеса. Тут у вас будет аж два колеса. И в конечном итоге у вас будет столько же здоровья, как у такого же нового корпуса на таком же этапе. То есть, если у вас все-таки будет какой-нибудь легендарный корпус под колеса, то можете спокойно его использовать. И здоровье у вас будет такое же. Даже, может быть, в какой-то степени побольше, если у вас будет аж три колеса. Но это будет вообще просто жесть. То есть, ну, можно сделать вывод, что все-таки возможно дойти до последнего этапа вот с таким вот интересным катером. у которого будет деревянный корпус, ну это просто жесть на самом деле, это очень тяжело, но все-таки это реально, вот только что мы это проверили, хотя мы влили самые последние карбоновые наборы здоровья, но если так потихонечку все вливать-вливать, то вы можете реально спокойненько дойти и тут уже играть с деревянным корпусом, но таких противников я в чемпионате ни разу не встречал, может быть все-таки такие существуют, кто так играет, но это все-таки возможно, если вы хотите, то можете тоже рискнуть, это будет сложно, но все-таки возможно, еще раз всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.